Мне кажется, это мы задосили Еджадж, и он висел полдня Но, кстати, я это говорил уже на семинаре Не надо посылать по 20 посылок на Еджадж Особенно, если вы туда посылаете файлы с синтаксическими ошибками Я, вот, ей-богу, из вредности посмотрю, кто так делал И буду, как это, отрывать на экзамене баллы Потому что для того, чтобы найти синтаксические ошибки, у вас есть питон Я бы даже сказал, что для того, чтобы найти ошибки, алгоритм у вас есть питон То есть идея парковки на слух, она, ну, как бы плохая идея, правда Не этого я от вас хотел Хорошо, в конце концов, я понимаю, что так можно сдать домашнее задание Но так точно не программируют, когда вам нужно написать программу Ну, правда же Напишем какую-нибудь программу, ее задеплоим, а потом посмотрим, работает она или нет Вот, ну, вот, да, вот видите, так вам смешно, да, когда вы постите Ну, это, правда, не вам, не вы, но тем не менее Ладно, поехали записываться, что ли У нас сегодня продолжение разговора про объектную модель питона Вот, начнется он с такого бла-бла А именно с разговора о О том, что такое Объектно-ориентированный подход к программированию Вот, значит, до сегодняшнего дня я честно считал, что объектно-ориентированное Не так, объектное проектирование и заработка приложений Это про три вещи Про инкапсуляцию, наследование и полиморфизм Более того, до сегодняшнего дня я считал, что статья на Википеде на эту тему откровенно Си-плюс-плюсная То есть, там человек излагает какие-то подходы Излагал, так было раньше Какие-то подходы, характерные для Си-плюс-плюса В объектно-ориентированном Вообще в объектных делах И давно на нее не заглядывал Заглянув сегодня, я обнаружил на Википеде Такую очень философскую статью На эту тему Гораздо более адекватную Но слегка менее Конкретную Вот Смотрите, что Пишет Википедия Что объектно-ориентированное подпрограммирование Это подход к программированию Как к моделированию информационных объектов Решающей бла-бла-бла-бла-бла Задачу Структурирования информации с точки зрения управляемости Неожиданный поворот Казалось бы, где объекты, а где управляемость Идея стоит в следующем Что поскольку Поскольку с моей точки зрения И отчасти это верно И Отчасти это правда-правда Объектно-ориентированный подход Используется в первую очередь Для больших и сверхбольших систем То есть для систем, где объем информации Того, что вам следует замоделировать и запрограммировать Слишком велик, чтобы Просто взять, сесть и написать алгоритм Так вот, поскольку это так Действительно Возникает необходимость С этой информацией как-то управляться Вот Видимо, вот это управляться И то управление, которое написано в Википедии Имеют какие-то общие корни Вот Идея состоит в том, что Вы Вместо того, чтобы описать Всю моделируемую область Вы С помощью специальных Методик Разделяете эту область на объекты Потом эти объекты Генерализируете И строите такую иерархию От частного к общему Наоборот От общего к частному Описывая самые базовые свойства Ваших будущих объектов Их, так сказать, подсвойства Ну и так дальше Я сейчас не буду рассказывать про то Что такое объектно-ориентирование Объектно-ориентирование программ И Всю вот эту вот Идеологию Потому что На это можно потратить целый семестр И в общем Разобраться в этом Только частично Скажу только Что объектно-ориентированное Программирование Оно потому Ориентированное Что это программирование В поддержку Вот этого самого Вот этой объектной разработки Объектного планирования То есть Речь идет не о том Что сами языки Что-то такое вам Какую-то концепцию внутри себя содержит А о том Что в языках Есть поддержка этой концепции На самом деле Объектную программу Можно писать на любом языке Программирования Есть, например, такая библиотека Глиб Для программирования В объектном стиле На Си Хотя казалось бы Вот Тем не менее Статья в Википедии В отличие от предыдущих курсов Не то чтобы рекомендуется К прочтению Но по крайней мере Не лишне в нее заглянуть Вот И в этой статье Внезапно появляется Не три А четыре принципа Объектно-ориентированной разработки Из которых Нулевой, скажем так Это абстрагирование Раньше Напоминать о том Что Любое ваше программирование Это такая Попытка взять Абстракцию От конкретных Жизненных ситуаций То есть Паранализировать Use case И дальше Их как-то Смоделировать Путем как раз Выделение общего Раньше Это не нуждалось В упоминании И на мой вкус Это в упоминании Не нуждается Но Я сам наблюдал Лично Как вот в этой самой Аудитории Некий человек Делал доклад о том Как они обучают Шестиклассников Объектно-ориентированному Программированию У меня сначала Встали волосы дымом Когда я это услышал Вот А потом нет Потому что Выяснилось Что объектно-ориентированное Программирование Для шестиклассников Это Написание Форм И Кнопок На Visual Basic Форм и кнопок То есть И поскольку Люди Которых Учат Объектно-ориентированное Программирование Очень часто Начинают Именно С формы кнопок Поскольку Я видел Даже школьные учебники В котором Было написано Что объект Это такая штука В котором Есть кнопочки И менюшки Рилли Школьный учебник То Значит Видимо Не лишнее Говорить о том Каждый раз Напоминать о том Что Объектный подход Он состоит Не в Спусканию К самым низам Да Давайте нарисуем Кнопочку А наоборот В абстрагировании Первым делом Мы Выделяем Общее Среди тех частностей Которые хотим Использовать И нарекаем Общее классом А частное Экземпляром Этого класса Мы с вами Отлично видели Как питон Обращается С Вот этим Общим и частным Да У нас есть Класс Он является Тупо Конструктором Объектов Прямо Сам объект Под названием Класс Это просто Конструктор объектов В этом конструкторе Объектов Описывается Общий для всех Объектов Поля В первую очередь Это методы Потому что Они меняться не будут Во вторую очередь Это некоторые поля Класса Которые мы потом Можем использовать Вот После конструирования Объектов У этого объекта Появляются частные Уже собственные Поля объектов Вот Ну и на этом Собственно Вот это разделение На общее и частное В питоне Заканчивалось бы Если бы не понятие Метакласс Про который мы Если успеем Поговорим Но можем и не успеть Вот Метакласс Ну догадайтесь С одного раза Что это такое Если класс Это конструктор Объектов То метакласс Это конструктор Классов Совершенно справедливо Тут мы имеем Дело с Естественным желанием Параметризировать Создание классов Тоже Вот Ну как бы Если нам хватит Время Мы в эту Штуку потыкаем К сожалению Такие вещи Как Ну чем дальше Мы забираемся В объектную модель Тем Большего Объема Примеры В строках Имеют смысл Я вообще считаю Что объектно-ориетированное Программирование Начинается тогда Когда вы не способны Чисто физиологически Или психологически Написать программу Которую можно Засунуть в одну Отдельно взятую голову То есть Если в вашей программе Меньше двух тысяч срок Наверное Не надо в ней Использовать объект Ну или так Ее не надо Объектно планировать Вот Да Профессиональный программист Может и так Ее написать Ну наверное Вот Поэтому Такие примеры Значит Из сорока строк Да Они скорее затрудняют Ну Помните классический пример Хиллоуорд в объектном стиле И три страницы Каких-то методов Странники Вот Ну вот это вот все Значит И так Абстрагирование Это такой Общий принцип Который здесь указан Именно ради того Чтобы мы не забыли Что Главный Подход Собственно Когда мы занимаемся Объектным планированием Это сначала Выделение общего А потом Спускание к частному В принципе Тем же примером Является Например Является класс По отношению К производному Родительский класс По отношению Или базовый класс По отношению К производному Дочернему классу Да Базовый класс Описывает базовые Общие свойства Дочерний класс Дополняет его Частными вариантами В зависимости от того Как вы Произвели Наследование О наследовании Мы сегодня Поговорить не успеем Дальше Еще один термин Энкапсуляция Опять-таки Страничка в Википедии Претерпела Изменения К лучшему По сравнению С позапрошлым годом Когда я туда Последний раз Заглядывал Потому что Повторяю В позапрошлом году Там Ее написал человек Такой У которого Вместо мозга Си плюс-плюс Вот Ну или по крайней мере Последним редактировал Значит В чем фишка Энкапсуляция Это еще одно средство Борьбы С обилием информации Если у нас Одно Единственное пространство Имен Где лежат Все возможные действия Над всеми Возможными Ну скажем так Объектами Нашей программы В данном случае Слово объект Означает просто Ну Сущность То сложные Сверхсложные Системы Будут насчитывать Миллионы Таких Таких Имен Понятное дело Что пространство Имен Надо как-то Систематизировать Вот И инкапсуляция Предлагает Очень эффективный Остроумный метод Этой систематизации А именно Составление Иерархий Пространства Имен Где внутри Каждого объекта Лежат Имманентные Ему Данные Присущие Ему Данные Действия Вот Фактически Большинство Языков Понимает Инкапсуляцию Именно как Размещение В одном Компоненте Двух В одном Компоненте Данных И методов Которые Работают С этим Компонентом Поле Класса Это Или скажем Метод Класса Это метод Который Это такая Функция Которая Работает С данными Лежащим В этом Классе Ну и Соответственно В этом Объекте Вот Вот Это Определение В скобочках Которое Размещение Это Скопипащина Из Википедии Со странички Как раз Инкапсуляцию Довольно Часто Инкапсуляцию Смешивают С Понятием Сокрытия Данных Да Помните В том же Си-плюс-плюсе Есть приватные Поля Есть публичные Поля И вообще В большинстве Языков Программирования Это именно Так В большинстве Языков Программирования Так В питоне Нету Вообще Механизма Сокрытия Но Механизм Инкапсуляции В нем Реализован По полной Да Мы это Знаем Уже Прямо Сейчас Мы знаем Что у каждого Объекта Есть присущее Ему Пространство Имен Из прошлого Нашего Разговора Знаем Как Именно Реализуются Методы Для того Чтобы Ходить К своим Собственным Полям Через тот самый Силф Через первый Параметр Вот То есть Мы не решаем Задачу Уменьшения Связности И уменьшения Как бы сказать Разграничения Доступа Когда мы говорим Про инкапсуляцию Мы решаем Задачу Всего лишь Уменьшения Объема Необходимых Данных Для того Чтобы Пользоваться Данным Данным Семейством Класса Вот И В этом Смысле Мы всегда Вносим Внутрь Класса Ну или Соответствующего Объекта Те Элементы Данных С которыми Будет работать Только он Вот К сожалению У нас не было Времени На прошлой Лекции Продемонстрировать Как Из Линейного Такого Пространства Объектов Где Перечислены Все возможные Функции Которые делают Все возможное Прийти к Трем Классам Внутрь которых Засунуты Эти самые Функции Вот Ну да ладно Значит Наверное Вот иерархия Пространства Имен Доступ Через точку Как это сделано В большинстве Языков Программирования Это и есть То что отвечает Понятие Инскапсуляции Наследование Значит С наследованием Все более-менее Понятно Наследование Это такой Способ Сказать Языку Программирования Знаешь Я вообще-то Уже почти Все сделал Для моделирования Данного объекта Возьми Вон тот Только Взяв Вон тот объект Сделай Кое-какие Правки Мы его улучшим Мы добавим В него какие-то Функциональности А какие-то Другие функциональности Поменяем Функциональности 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 Это повторное Использование Кода Главное Что мы получаем В этом случае Что мы не пишем Одни и те же алгоритмы По многу раз Особенно в ситуациях Когда мы В действительности Имеем дело С Сущностями С классами С моделируемыми Из реал-лайфа объектами, которые похожи друг на друга, отличаются только чем-то. Скажу сразу, что наследование в классическом понимании базовый класс, производный класс и так дальше, это всего лишь одна из форм наследования как такового, потому что, например, в некоторых языках используется прототипирование, например, в JavaScript-е. Когда у нас нет понятия класс, а есть понятие сделай мне объект по типу вон того объекта. Только исправь в нем то-то и то. Наконец, главная фишка, не главная, а еще одна главная фишка объектного подхода – это полиморфизм. Полиморфизм писали даже люди, прищемленные не С++, а какой-то теоретической информатикой в Википедии. Вот эту статью надо читать, как-то сказать, с очень большим, я бы сказал, не скепсисом, но пониманием того, что люди говорят немножко о сферических конях в вакууме. Хотя само определение как раз скопипащено именно оттуда, и оно, в общем, вполне очевидно. Полиморфизм и эта возможность для одного и того же кода обрабатывать данные разных типов. Вот слово разных типов, применительно к питону, должно поставить, так сказать, возбудить в нашей голове некий звоночек. Когда люди вообще начинают заморачиваться на типизации, говорят о строгом преобразовании, говорят о том, что, ну, вот начинают говорить об этом, питон как-то выбивается из графика, потому что типизация-то в нем строгая, но динамическая. Вот. Вы не можете взять и, не так, большинство выгод, пристекающих из написания на питона не очень огромных проектов, как раз в том и состоят, что вы можете один и тот же алгоритм применять посредством дактайпинг к объектам любого типа, лишь бы эти объекты действительно умели то, что вы от них хотите. Вот про дактайпинг мы говорили уже много. В этом смысле полиморфизм в питоне, ну, как бы, из коробки. Вот. Другое дело, что когда вы пишете сверхбольшой проект, такого рода свобода может выйти боком, да? Кто-нибудь нет-нет, да и зафигачит объект, который не надо обрабатывать таким образом в обработку, он еще и обработается, потому что все нужные методы у него есть. Вот. Главное отличие, вот для тех, кто знает какой-нибудь из программирования типа того же C++ или Java, главное отличие полиморфизма в питоне от полиморфизма в Java, что полиморфизм в случае статической типизации четко описывает, какие, что такое разные типы данных, какие именно из разных типов данных можно обрабатывать данным методом, а какие нельзя. И в большинстве языков это строго следует из наследования классов друг от друга. И никак иначе. В питоне такого ограничения вообще нет. Дактайпинг говорит, методы применяются к данному объекту, методы можно применять к данному объекту. Точка. Такие дела. То есть, подводя сумму, питон А поддерживает всю идеологию объектного планирования, стало быть, является объектно-ориентированным языком. Б делает это, на мой вкус, в максимально упрощенной форме. То есть, мы с вами уже видели, что такое классы и что такое экземпляры этих классов. Мы еще поговорим про наследование, видимо, в следующий раз. Что такое энкапсуляции, мы вообще даже разговаривать не стали. Мы и так знаем, что это такое. Это те самые name spaces питоновские, о которых мы говорили с самого начала. Ну и про полиморфизм тоже говорить особо нечего. Дактайпинг и все дела. Казалось бы, нужно поговорить именно про энкапсуляцию, говоря про то, как устроена, собственно, реально объектная модель в питоне. Но мы и этого делать не будем, потому что нам хватит других тем на сегодня. Самая первая и самая вкусная тема – это перегрузка операций. Кстати сказать, если вы все-таки прочитали ту статью про полиморфизм в Википедии, имейте в виду, что там есть такая филиппика гневная против ненастоящего полиморфизма, такого ущербного, убогого полиморфизма, который называется полиморфизм по месту, от Хог. И перегрузка операций там причислена как раз именно к этой части. То есть идея стоит в чем? Что если вы просто подменили операцию одного типа на операцию другого типа, это ненастоящий полиморфизм. Но то, о чем мы будем сейчас говорить, к питонскому полиморфизму и к доктайпингу отношения не имеет вообще. То есть имеет, но, как сказать, обратно. Это следствие доктайпинга, а не то, что в питоне выдается полиморфизм. Ну ладно, бог бы с ним. Значит, на самом деле ничего нового в том, что я сейчас скажу, нет. Помните, мы уже реализовывали метод STR для класса. Так вот, в действительности, любая операция над объектом, это всего лишь синтаксический сахар для вызова метода этого объекта. Мы об этом точно помним, что у нас есть, мы даже знаем, что не только такие вещи, как там сложение, вычитание, умножение, но даже квадратные скобочки, круглые скобочки, точечка. Это все на самом деле синтаксический сахар для вызова определенного метода. Да? Ну вот смотрите. Где у нас тот? Метод Гетатр это тот самый синтаксический сахар для вызова... Давайте мы прям даже посмотрим вот сюда вот. Для вызова метода поименной. Понятное дело, что в случае Гетатра это выглядит довольно извращенно, и вам надо передавать именно строку, и все это сильно далеко от синтаксиса Питона, но, поверьте мне, часть того, что вы делаете, реализована именно так. Другая часть реализована с помощью метода Гетатребют. Мы сейчас не будем выяснять разницу между одним и другим, но он такой более низкоуровневый. Если хотите, можем как-нибудь, если хватит времени, устроить разговор насчет того, чем он отличается, но боюсь, что сейчас развлечение это не слишком существенно на том уровне, которым мы достигли понимания. Вот. И это замена точечки. Вот. Замена x.name. Гетатр. Сетатр, соответственно, замена x.name равно чему-то. То есть, замена операции точкой в левой части. Вот. Делатр. Это, разумеется, ситуация, когда вы удаляете объект из, удаляете поле из объекта. Вот. Ну, в общем, вот. И да, есть метод dir, который вы можете переопределить, который будет определять, какой именно список, да, вот тут люди пробовали, какой именно список будет возвращаться, когда вы говорите dir вашему объекту. Вот. Вот тут статья про гетатр и гетатрибют. Можете ее почитать, там что-то такое написано интересное. Дальше мы приезжаем к теме, которую я бы хотел опустить, а потом поднять. Дело в том, что это гетеры и сетеры. Давайте мы пока ее пропустим, потому что на том уровне, на котором мы на это все смотрим, мы не видим гетеров и сетеров. Вот. Давайте лучше смотреть дальше. Вот согласно этой статье, на самом деле, как я уже говорил, вообще все можно заменить на вызов методов. Например, помните наш STR? STR это метод, который вызывается, когда мы преобразуем объект в строку. Но мы знаем два разных варианта преобразования объекта в строку. Смотрите, есть вариант, когда мы когда мы там лишнее, да, вот тут вот. Вот так вот. Че? Сев? А я Сев написал. Молодец. Вот. А есть ситуация вот такая. Чем отличается верхний вывод от нижнего? Дело в том, что верхний вывод это такое красивое преобразование в строку, а нижний вывод это так называемый representation вашего объекта, который предназначен в первую очередь для трассировки, вывода ошибок и всего остального. По договоренности, такой слегка не писаный, метод STR, он красивый, для того, чтобы можно было его выводить и показывать пользователю. А метод REPR, он такой жестковатый, для того, чтобы можно было разобраться вообще, что произошло. Но вы можете переопределить и метод REPR тоже. Он будет вот такой бла-бла, REPR, бла-бла, значит, C, точка, REPR. Вот он. Вы можете переопределить его тоже, и тогда у вас и технические сообщения тоже будут приезжать в таком виде. Наконец, ваш объект может быть настолько страшный, что его нельзя будет превратить в строку, вы можете определить метод bytes, и он превратится в байтовую строку. Помните такую? Вот. Помните, что у нас есть пустой и не пустой объект, который true и false. Вы можете заимплементить метод bool или метод len. Оба из них будут отвечать на вопрос, пустой ваш объект или нет. Если в вашем классе, ну давайте, опять же, пример приведу. Это не он. Если в вашем дев C, что? Понятно. Давайте не дев, а давайте все-таки вот так сделаем. Класс C дев init self, ну допустим, v self.v равняется v. Дев, ну допустим, что? Допустим, bull. жмяк, вот self. Он должен вернуть true или false в зависимости от того, пустой ваш объект или нет. Ну, что можем вернуть в return? Я борюсь сейчас с желанием показать что-нибудь нестандартное и нарушить некоторую этику. Этика состоит в том, что в вашем классе экземпляр ну по-хорошему должен существовать только один пустой объект. Так уж устроены все большинство объектов в питоне. Если я сейчас напишу вот так вот, то я, в общем, погрешу против этого, против этой договоренности. Потому что у меня каждый объект, инициализированный кратным, числом кратным пяти будет пустым. Ну и ладно. Ну вот давайте теперь for i in range от скажем 11 c равняется c от i print c not not только это скобки не нужно not c понятно, что я сделаю, да? Я написал превратил в true или full вот чё? Ах ты зараза! Видели, да, что она мне сказала? Что я не прав, что там только булл должен быть. ну хорошо. А чё? Хорошо, бога разе, можно сделать так. Вот, смотрите. Мы тем самым определили класс, у которого существует много разных объектов пустых. Вот. Такие дела. А сейчас ещё давайте стыр для него напишем, чтобы дев бла-бла-стыр. Ну, руки чашутся же. Эй! Вот. Значит, это что касаемо булл. Если ваш объект не определил, в нём не определён метод булл, но определён метод лен, то если этот лен равен нулю, то опять-таки он считается false. То есть протокол определения того, пустой ваш объект или нет, он более гибок, чем просто какая-то конкретная функция. Выбирается две. Помните, мы говорили с вами про итераторы, что протокол итерирования он тоже в общем неоднозначен. Вы можете либо предоставить метод iter, который будет генерировать итератор из вашего объекта, либо предоставить метод getItem, который будет генерировать от 0, 2, 3, 4 и так далее и лен. И то и другое вполне допустимо. И итератор можно будет изготовить и в том случае и в другом. Так, это я всё сказал. Значит, сравнение. Довольно забавная штука со сравнениями состоит в следующем. Ну, понятно, арифметические операции и сравнения вы можете определить все, которые есть. Значит, там, меньше-больше, меньше-равно, больше-равно, не-равно, да? По идее, достаточно двух операций. Ну, грубо говоря, меньше и равно. А все остальные из них можно изготовить. Понятно. Путём удвоения сложности можно. Вот. Для этой цели существует специальный декоратор в модуле функ-тулз, который называется Total Ordering. Сейчас, давайте, где он тут? Вот он. Вы ему выдаёте две функции, вы ему да выдаёте класс, у которого есть только и q, и lt, а он вам выдаёт все остальные. Генерит все остальные элементы. Такие дела. Не знаю, стоит ли это, ну, в общем, понятно, что происходит сейчас. Хотя можно, можно прямо и вот здесь не дефа-класс. Обратите также внимание на то, что в моих примерах очень часто будет встречаться противоестественное определение этих самых методов. Я, например, сейчас могу взять и что там, lt, да? Написать здесь false, например. Никто не морочит тот факт, что два экземпляра нашего класса будут всегда один меньше другого в любом порядке. Никому не морочит тот факт, что эта операция в принципе какая-то транзитивная. Никто это не проверяет. Это вы должны проверить. Для красоты здесь уберем это. вот не так. Да? такая вот бредящина. а вот откуда эта взялась? Допринумово. Протокол сравнения работает так. Мы его сравнили, он вернул notimplemented, у нас такого метода просто нет. Вот тогда он поменял их местами, посмотрел, нельзя ли в обратную сторону сравнить. Можно. Ну, окей. Значит, можно. Такие дела. Если же вы хотите, чтобы это было более важным, вы можете написать вот так. from func tools import что там? Full чего-то там. Total ordering. Total ordering. Задекорировать этой штукой total ordering. И тогда у вас внезапно в этом классе будут все видите? equal, вон они все. Это total ordering. их туда повставлял. Для красоты. Такие дела. Так. Это к слову. Значит, слово допридумал мне не нравится, пахнет каким-то искусственным мозгом. Нет там никакого искусственного мозга. Мы сейчас с этим способом реализации протокола еще встретимся. Помните правые умножения, правые сложения, вот это все? Нет уже? Некоторые кивают, помнят. Но мы сейчас это увидим. Короче, поехали дальше. Сравнение. Пожалуйста, последовательный пол и прочее хранилище. Значит, мы это несколько раз уже использовали. Метод getItem, setItem, delItem, который вызывается в том случае, если мы вставляем, удаляем. Ау! Прям не, покажите. Я проверил, что будет написать место возвращения это храни, что-то другое будет работать в обратную сторону. А ну будет обратно, так мы так и сделали. Да, потому что если нахрани будет плохо, и оно будет работать, что-то я себе не хранилище. Все равно будет работать, да? То есть, можно там 666 возвращать. Ага. Ну да. Значит, хорошо. Значит, мы последствия использования Telegram, потому что в мойн-мойн в качестве этого самого а, нет, это не последствия в форме, это последствия использования мойн-мойн. В мойн-мойне два подчеркивания, это синтаксис для подчеркивания. Ладно. Значит, о чем я? Я вот о чем. Что метод getItem, метод setItem, метод dealItem и метод missing, missing означает, что делать, если такого нету. Помните, у нас есть, допустим, defaultDict, который в случае, если нету соответствующего элемента, все равно что-то делает. Мы можем не вызывать ошибку атрибут-еррора, говорить, не атрибут-еррора, а индекс-еррора, а делать что-нибудь иное, когда у нас нет соответствующего индекса. Так вот, эти три метода отвечают за квадратные скобочки. Ну, давайте, опять-таки, в качестве примера, да? Как всегда, пример совершенно безумный. Видите, наш класс ничего не хранит. У него есть метод getItem, который возвращает просто число умноженное на два. Вот. и внезапно этого достаточно, чтобы к нему обращаться с квадратными скобочками. Потому что никакого, никакого колдунства в питоне нету. Мы просто реализовали метод, который питон точно знает, что это квадратные скобки. Это наша проблема, что эти квадратные скобки выглядят вот так. Вот. Вернее, работают вот так. И вам больше того скажу. Я сильно подозреваю, что если мы еще определим len от self, только тут две, я могу соврать. Но давайте проверим. stop iteration'а нет. Кстати, почему? Лен вроде был, да? Чему не хватило? А то и не хватило, что stop iteration'а нету. Видимо, лену не нужно. Ну-ка. Да. Наличие getItem гарантирует вам, что по этому объекту можно цикл запустить. Один из двух видов протокола итерации. Давайте тогда напишем. Интересно, так получится. Говорят, в 3.6 питоне что-то поменяли. Или в 3.8. Вот с этим надо быть осторожнее. У меня есть такое ощущение, что по поводу ручного raise stop iteration были какие-то подвижки в 3.8 питоне. Надо почитать. Но, тем не менее, смысл понятен. Мы обеспечили протокол итерации, то, что это вообще никакое не хранение. А почему? Мы, знаете, что сделали? Мы реализовали, вычислим и последовательность таким способом. Кстати, чем это хуже рейнджа какого-нибудь? Ну, тем, что оно меньше и тупее, да. А во всем остальном мы его реализовали. Так что все нормально. Вот. Поехали дальше. Значит, setItem хранение, делItem удаление. Missing, напомню, ситуация, когда мы сделали что-то, что, допустим, в случае словаря приведет к исключению индекса иера, а в нашем случае мы вместо этого можем вызвать метод Missing, который что-нибудь сделает. Как в случае, допустим, дефолт дикта. О, итер. Пожалуйста, вы можете самостоятельно определять, что будет возвращаться из вашего класса, когда хотят по нему запустить цикл. Когда делают от него итер вокруг него. Это второй вариант поддержки протокола итерации. Реверсит или Лена Гитайцем. Вот он, где появляется. Реверсит может быть непосредственно задан, а может быть одновременно Лена Гитайцем, тогда у вас будет работать реверсит от вашего объекта. Вот. Вот почему он бывает нужен. Так, вернем немца обратно. Вот. Ну, кстати, он опять застрянет навсегда. Ну и хорошо, он и застрянет, и застрянет. Интересно же. Ой, я знаю, сейчас еще будет. Ой, нет. А, реверсит же, смотрите, реверсит же, это вам не сортир. Леверсит же, это вычислимый объект. Это просто итератор такой, он будет бегать сейчас по нашему С. С. Ну, вау. А, понятно, почему так. Он же сходил к Лену, узнал, что их там пять, ну, шесть. Ну, нет, пять. Потом пошел с максимальным значением индекса, с четырьмя, получил девять. Ну, короче, вот. Что? Нет. Нет. Ну, нет, то есть, да, можно, но вы будете ждать вечность. Причем, не актуальную вечность, а настоящую вечность, всегда. Сначала подождать всегда, а потом, ну, да. Да, да, естественно. Нет, 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 все проще, все гораздо проще. Конечно же, можно узнать последний знак числа пи, для этого функция лент должна вернуть длину с числа пи, вот и все. Все гораздо проще. Да, пока, если ее не будет, и Лемисов не будет работать. контейнс, это синтаксический сахар и метод, который вы должны реализовать, чтобы работала операция in. Опять-таки, никто не заставляет вас хранить какие-то объекты а в каком-то последовательности x, вам нужно только реализовать метод контейнс, которому придастся это а, а вы скажете, да, есть, или нет, нету. Я не буду писать пример, вы уже поняли. Вот. Числа. С числами ситуация такая. Есть три фишки, которые немножко отличаются от того, что я уже рассказал. Ну, во-первых, есть всевозможные операции типа ADD, и вообще их очень много. Сейчас я покажу, их правда реально очень много. А, не на то нажал. Вот. Кстати, в разделе того самого полиморфизма в Википедии вы можете наткнуться на такое теоретическое рассуждение о так называемой башне чисел. Когда у вас числовой тип является производным от более базового числового типа, который является производным от более базового числового типа, и так до поседения, пока вы не придете к какой-то первичной алгебре или чему-то, чтобы еще более примитивно, чем алгебра. Вот. В Питоне эта башня разобрана до трех, что ли, этажей. Сейчас найдем вот это дескрипторы, которые я решил пропустить. Это метаклассы, которые я точно решил пропустить. Да что ж такое-то? Ну ладно. Значит, дочисел сейчас дойдем. Вот еще интересная штука. Вызов вашего объекта, если он callable, определяется всего лишь наличием метода call, который, правда, в свою очередь тоже callable, но пускай эта бесконечность вас не волнует. Да ладно. То есть, если вы определили метод call для вашего объекта, его можно вы... Давайте сделаем, мне самому интересно. его можно вызвать. Что там было? Вау! Хорошее слово. Проверяем. Это не оно еще, да? Это конструктор самого объекта С. А вот теперь объект С можно вызвать... Опять-таки, ничего военного, кроме того, что одно является... Наличие метода является заменой соответствующей операции. быть может, обмазанной некоторым разумным протоколом, связанной с тем, что разные методы могут заменять одну и ту же операцию, как в случае, например, порождения итератора. Да? Ничего более чудесного на этом уровне поднимания питона нету. Все. Значит, так вот, числа. Да, это контейнеры. А вот это числа. Вот они. Смотрите. Вот методы, которые можно реализовать для того, чтобы число поддерживало альфметические операции. Давайте на них повнимательнее посмотрим. И вы мне скажете, что из этого вызывают у вас некоторые вопросы. Что это вообще такое? матмол это операция собачка, которая не реализована ни для одного питоновского объекта внутри базового объектного дерева питона, но которую вы можете реализовать сами и которая реализована, например, в модуле numpy в качестве векторного матричного умножения. Матмол это не матмол, а матмол матричное умножение. Смотрите, все просто. Давайте прямо в этот метод дев матмол мул от сэлф азер да, лишняя точка. летюрн ну не знаю там азер только зачем скобки? вот в случае ну заведена она именно для того, чтобы можно было имплементить какие-то такие вот левые операции над нашими объектами, бинарные, как видите. в частности, давайте все-таки это проверим, вдруг я не прав. Как там полагается numpy вот так вот импортировать? вот вам скалярное произведение, ну потому что мы два вектора перемножили, они как бы сплющились. если бы одной из них было матрицей, мы бы там ну было бы матричное произведение. Вообще безумно рекламирую для решения всевозможных студенческих задач модуль numpy, потому что он покрывает ну так более 50% всей математики, которую мы проходим. Вот. Вы, кстати, встретитесь со всякими интересными штуками, связанными в этом numpy, определенными. Там некоторые операции переопределены, вообще довольно интересно. То есть вот глядя в numpy и зная, как устроен питом, вы видите, как достигаются кое-какие удобства специально для математиков. Специально для математиков? Ну, теперь вы знаете, как это сделано, да? Там просто метод стыр переопределен. Вот. TrueDiv и FloorDiv и DivMod это три разные функции, отвечающие за умножение. О, господи, за деление. Помните, у нас есть два разных деления? Один слэш, которое настоящее деление, и два слэша, которое деление целочисленное. И еще есть операция, которая одновременно возвращает, кажется, и остаток отделения. Давайте посмотрим. Да, и остаток отделения, и целочисленное частное. DivMod. Вот эти три функции. Если вы хотите просто остаток отделения, вот оно. Значит, что касается вот этого, то это замена процентиком. Вот это, это обычный слэш, это два слэша, а DivMod, это именно функция DivMod, которая возвращает пару. Кстати, если вы ее определили, возможно, будут работать и деления тоже, не знаю, можно проверить. Что еще тут интересно? Это две звездочки, это две стрелочки влево, это две стрелочки вправо, это амперсенд, это галочка, и наоборот, да, это галочка, а это пайплайн. Обратите внимание на то, что, значит, главный недостаток, а может быть, достоинство, такого подхода к реализации арифметических функций состоит в том, что приоритет этих операций сохраняется. То есть, вы не можете определить, допустим, кажется, это есть в каких-то из модах C++, или даже в современном C++, а может быть и нет, не помню. Вы не можете определить операцию, ну, скажем, возведения в степень, две звездочки, и сказать, что она очень низкоприоритетная. Ее приоритет всегда прибит гвоздиками, потому что это часть синтаксиса, к сожалению. А может быть, и к счастью, представьте себе, что бы наступило, если бы мы еще могли определить операцию плюс, минус, умножить, делить, там, две звездочки, и у всех были бы разные приоритеты произвольные. Вот. Уж лучше тогда поступать как в Java. Вообще не делать переопределение, перегрузку методов, а писать прям методы отдельные, правильно. Вернее, не делать перегрузку орифметических операций. Такие дела. А вот это так называемые правые правые варианты орифметических операций. Помните, что это такое? Или еще раз рассказать? Давайте еще раз. Это ситуация, когда вы пытаетесь, допустим, помножить строку на число. Давайте сначала как бы разберем вот такое. а b равняется строка число. a умножить на b это всего лишь вот это. Понятно. Это то же самое, как мы теперь знаем, что а точка мул от b. b умножить на а это ну, как мы надеемся, то же самое, что b точка мул на а. Нет. Почему так? Его, конечно, есть мул. Да, значит, строка знает, как ее умножать на число, а число, в общем, не знает, как ее умножать на хрен знает, какой объект, например, на стру. Да, совершенно справедливо. Пока, значит, работает это так. Когда мы пишем вот такую конструкцию, он действительно умножает, сначала питон применяет вот такое, получает это не исключение, это такой объект, смотрите, это такой объект типа not implemented. получает объект виду not implemented, и протокол раскрытия операций арифметических всех устроен таким образом, что если тебе проезжает объект not implemented, значит, ты можешь попробовать правую операцию от оперантов в обратном порядке, то есть а а.rmul от b и вуаля. Абсолютно такая же штука ждет вас в вашем, вы можете подложить свою собственную конструкцию, чтобы, например, научить умножать его на число, а число на него. Еще раз, в принципе, это можно было бы обмазать каким-то подпольным толкованием синтаксиса вашего описания класса и сделать так, чтобы это работало помимо вас. Я... А, кстати, давайте проверим. А вдруг так уже есть? Может быть, я слишком предвзятого мнения о неволшебности питона? нет. Смотрите, как было предсказано, мы попытались сначала умножить c на 8. Получилось хорошо, потому что операция мул у нас в объекте типа c обеспечена. Вот. Потом мы попытались умножить 8 на c. Первым делом он попытался это сделать непосредственно. Получил not implemented. Ну, сейчас i равняется 8. i. И точка mu от c. Ну, он получил not implemented питон. Попытался найти метод r move в объекте c, не нашел его. Сказал, ну все, ребята, значит, это на это не умножается. Вот. Мы не можем умножить int на c, потому что ни один из способов не работает. Это был не плюс-плюс, а вот так вот. че? Да не, зачем? Все. Хватит. Ну, понятно, да, что произошло? Пробуем. Че? It doesn't work? Че я сделал не так? Вообще, по идее, должно. О, спасибо. Ну-ка. да. Так было все просто, оказывается. Вот. Значит, правые операции. Если мне не изменяет память, все арифметические операции имеют правую, имеют правую, правый вариант выполнения. Вот. Так что мы можем, ну, мы можем любую из них таким образом заимплементить. Это группа арифметических операций. Это операция, вида, что-то там равно. Плюс равно, минус равно и так дальше. И это вторая или третья уже штука, про которую я хотел рассказать касаемо этих самых, касаемо имитации чисел. Мы с вами помним, что можно написать такую вот вещь. Ну. Да? Вот. И мы с вами знаем, что это всего лишь замена а равняется а плюс 5. Так да не так. Потому что мы с вами тоже знаем, что есть, допустим, операция, такая же операция, применила, скажем, к списку. И здравый смысл подсказывает нам, что в данном случае список C, смотрите, в отличие от объекта А, не должен поменяться. это модификация списка, а не создание нового. Это не C равняется C плюс что-то. Ну, давайте проверим. Вот смотрите. Видите? Они не совпадают. Потому что фактически здесь была произведена операция А равняется А плюс 3, то есть был создан новый объект А плюс 3 и потом связан именем А. Так, огонь понимания в глазах зажгли. Спасибо. Ну, я надеюсь, что это понятно. Вот. То есть фактически у нас операция добавления выглядит как создание нового объекта. В случае же списка, смотрите, видите, ничего не произошло. Операция добавления в список означает модификацию самого списка. То есть, вообще говоря, это нечто иное, чем C равняется C плюс, допустим, там, 4, 5, 6. Опс. Как это решается? На каком основании отличаются операции плюс равно в одном случае операция плюс равно в другом случае? Да на основании того, что для списка просто эти операции определены. Вот они. И где она там? И адд, и мул. Видите? То есть, размножение и дополнение списка реализованы не как раскрытие в список плюс что-то или список умножить на что-то, а как добавление в него нужных элементов. Для этого мы просто реализуем соответствующие методы вот эти. Плюс равно, умножить равно, нет, минус равно, умножить равно, собачка равно, ну и так дальше. умножить. Ну вот тут все написано. Так, что у нас еще тут? Тут у нас еще эти самые минус, плюс, унарный. Функция abs и функция вот этой вот самой тильдочка. Вот. Ну и куча всяких преобразований типа комплекс, int, rounds. Это уже как бы вот. Мы где? А, мы вот здесь. Числа. Так, значит, я правда не хочу рассказывать сейчас про дескрипторы, потому что это довольно важное понятие. Не то, чтобы я в нем плаваю, но я не придумал, как его рассказывать разумно. Давайте я лучше быстро расскажу про оставшиеся небольшие темки и на этом мы сегодня слегка подсократим наш разговор вас. Значит, ну, во-первых, есть парочка удобных декораторов, которые называются класс метод и статик метод, которые имеют мало общего с понятием метода класса и с понятием статический метод в том виде, в котором эти понятия вводятся, ну, не знаю, в каких-нибудь C++. Класс метод это всего лишь такой декоратор, он очень простой, который, когда вы вызываете функцию от, ну, когда вы вызываете метод, подставляет вместо объекта объект в это место подставляет класс, просто меняет, подсовывает его туда. Ну, то есть, давайте попробуем. Не D, а класс C, да, давайте определим обычный метод. Класс метод это декоратор, самый что ни на есть обычный. Здесь принято писать слово CLS. А, нет, давайте вот что сделаем. Давайте мы сделаем не по науке, давайте мы сделаем вот так. Все будет понятнее, я надеюсь. и что там еще статик метод, да? Только он Сыммерс, да, будет называться. Так. Это была ошибка. Вот какие параметры получает на вход обычный метод. Да, мы помним, что метод это такая функция, добавленная в класс, которую через призму экземпляра класса мы видим, как уже нечто другого типа, и это другого типа, нет, вот это. Да, блин. И это другой тип, это так называемый bound метод, в котором у нас этот метод привязан конкретно к объекту С, вот он, объект С, да, и в качестве первого параметра он получает ровно этот самый объект С, ну, любого вернее, да, а все остальные список параметров сдвигается, кортеж параметров сдвигается на нижку правую. Что делает с этой штукой декоратор, который мы назвали класс метод? он только ЦМЕРФ называется, по-моему, он просто подпихивает вместо нулевого параметра не наш объект, а наш класс. И вот это, то, что обычно называется селф в таких случаях, будет у нас ссылаться на класс. Зачем это нужно? Для доступа к полям класса, которые завновешены полями метода, которые у нас одни на все экземпляры нашего класса, для не знаю еще для чего. Вот, но самая главная фишка, что это не то же самое, что метод класса, вот там в той же Java, это просто такой метод, у которого в качестве нулевого параметра передается не объект, а класс. Все. Ну, догадайтесь с одного раза, вот те, кто не знает, догадайтесь, пожалуйста, что мне будет выдвину вот сейчас. Это был так называемый статик метод. Как вы думаете, что еще можно, какое еще извращение можно найти в этом деле? Вот кто не знает, может догадаться, что сейчас будет? Все просто. Это ситуация, когда нам для обработки метода вообще не нужно знать, какой объект к нему приехал. Вот. Поэтому, кстати, смотрите, видите, что это такое? Он просто протащил туда метод класса в это место. Этот декоратор что-то такое там сделал, в результате чего... не, непонятно? Смотрите. Да, конечно. Код очень простой. Это всего лишь декораторы, которые на самом деле минимальным образом обрабатывают передачу параметров в соответствующий метод. Вот. Он... Смотрите. Вот давайте еще раз это сделаем. Прям вот... Вот-вот. Да? Где они? Вот они все три. Да? Да? С точки зрения класса метод из метод просто обычная функция. А вот эта штука привязана непосредственно к классу, потому что, когда мы ее будем вызывать, оттуда выбросятся все нужные элементы. Когда мы... Не так. Потому что туда в качестве параметра будет передано имя класса. Идентификатор. Теперь давайте это все создадим экземпляр. А мы уже сделали. Там они все будут. Это будет метод. Это метод будет методом, привязанным к объекту c маленькая. Этот метод продолжает... А, да, этот метод, статик, оказывается просто той же самой функции. Смотрите сюда. А класс метод это метод, привязанный к объекту c большая. Вот, в принципе, все, что нужно знать про вот эти свойства методов сейчас на экране, хотя, может быть, мое объяснение было не слишком упорядоченным. Если хотите, можно еще раз пройтись по всему, что мы видим. Почему он так решает аналогичный? Потому что ему... Он как был функцией, так и остался. Он не превратился в метод вообще. Видите, да? А, к? Нет, к возвращает что надо. Смотрите, давайте еще раз теперь их вызовем. Да? Просто метод. Что? статик метод. Только он смес. И класс метод. Поведение абсолютно предсказанное. У нас в пространстве имени нашего объекта c маленькая есть штука под названием метод. И это метод прибаунденный к нашему объекту. Стало быть, в качестве параметров он получит в нулевым параметрам наш объект и дальше всю строку параметров. Есть sms. И это метод прибаунденный к классу в качестве объекта. Видите? Здесь у нас метод прибаунденный к c маленькому, вот оно. А здесь у нас метод прибаунденный к c большому, вот оно. И, значит, у нас он в качестве параметра получит тот объект, к которому он прибаунден, стало быть, класс. Вот он. А здесь sms. Это вообще тупо функция. Значит, при ее вызове она получит те параметры, которые ей передали. Вот. Да, он просто не совсем. Это для нас он убирает. Но в действительности он прямо притаскивает в namespace экземпляра то, что лежало в namespace класса. Это один и тот же объект. Обратите внимание, вот эта вот штука, вот она. Где она тут? Вот она. Нет, вот sms. Вот это. И вот эта штука, это один и тот же объект. Он не убирает. Он меняет namespace нашего сконструированного экземпляра таким образом, что под именем sms у нас виден прямо метод класса. То есть все проще, а не сложнее. Эй. Нет, это не метод класса. В метод класса нет. Смотрите. Нет. Смотрите сюда. Это просто функция. Мы об этом говорили в прошлый раз. Это просто функция. Обычный метод. Смотрите, как устроен класс. Вот смотрите. Блин. Я это уже говорил один раз. Хорошо. Смешалось. Хорошо. Смешалось. Хорошо. Смешалось. Да. Вот мы взяли и запихнули в пространство имен класса просто обычную функцию. Да. Это такая вот функция. Да. Мы можем сделать так вот. Она просто функция. Любой метод, который мы описываем, обычный метод описываем в классе, это просто функция. Ее тоже можно вызвать. Ну, понятно. Там ничего не было. Когда мы конструируем экземпляр этого класса, внезапно все, что было функцией в классе, превращается в метод прибаунденный к этому экземпляру. Видите? Когда мы конструируем, обмазываем это штукой под названием класс-метод, вот тогда она подменяет одно на другое. На самом деле она делает так, что этот метод будет прибинден не к экземпляру, а к самому классу. Он уже является методом. Смотрите. Видите? В отличие от других методов, которые с точки зрения класса просто функции. Этот коллабл уже устроен таким образом, что это метод прибинденный к классу. Ну и наконец то, что называется static-метод. Это самая обычная функция, но обладающая таким свойством, что она осталась самой собой, когда мы ее увидели в экземпляре. То есть никто ничего никуда не подсовывал. Никто ничего вообще не менял. Мы просто взяли и не стали делать метод, а сделали функцию. Да, да, это он же. Да, да, это он. Пожалуйста. Вот. Что еще раз повторяю, сильно отличается от того, что называется в классическом программировании статическими методами, методами класса. С точки зрения питона это, как бы это сказать, гораздо более простые и примитивные вещи. Вот. Ну вот мы и потратили большую часть времени на разбор примеров. Не зря я не хотел рассказывать про дескрипторы, но немножко про дескрипторы я все-таки расскажу. Точнее не про них, а про производную от них декоратор, который называется Property. Property очень клевая штука. Она позволяет вам использовать такой универсальный механизм, собственно он и называется в питоне дескриптором, геттеров и сеттеров. Когда вы хотите, чтобы не произвольное поле в объекте было произвольно модифицировано вашим пользователем этого объекта. А за чтение, запись и удаление поля из объекта отвечал специальный метод, описанный вами. Вот смотрите, вот пример. Значит, сейчас давайте мы его руками сделаем, времени нам хватит. Время нам хватит. Ой, что тут было? Вот так. Почему тут подчеркивание расскажу потом, когда будем говорить про наследование. Так, я правильно переписываю шпаргалки. Ну, тут но написано, но не важно, чему это равно, это, собственно, без разницы. Пускай будет но. Дев... Блин, не помню, надо подглядеть. Гет и... А, три функции просто определяются какие-то. Неважно, какие. Да? Неважно, какие функции, определяются три. Гетер от self в точка x. Это точка была. Ну, и это была точка. Да? Слушайте, что-то я... У меня правда... А, ну да, все правильно я говорю. Так, давайте вернемся назад. Да? Значит, это гетер, который будет возвращать значение нашего, этого самого. И это сетер... Да? Делитер писать не будем. Ну его нафиг. x равняется property. Гетер. Сетер. Делитер писать не будем, видимо, надо писать. Но он, и кажется, все, да? А, еще сорока документации, в которой написано, что я property. Вот. Кстати, я не знаю, вот без делитера будет работать или нет. Ха-ха-ха. Ну да. Знаете, почему он ничего не ответил? Потому что он вернул ноун. Ноун – это единственный объект, который в этом случае не выводится. Вот и все. Он же был ноун у нас равен. Что-то я сделал не так. А, естественно. Ну да. Вот. Казалось бы, все хорошо. Но на самом деле работают вот эти функции. Давайте это проверим. Ну, например, здесь напишем гетер, напишем print какой-нибудь. А здесь напишем какой-нибудь тоже print. А здесь напишем что-нибудь типа минус один. Еще раз. У нас в этом объекте будут поля g, s и x. Ну и внутреннее поле подчеркивания x, которое как бы для наших ушей не предназначено. Если я сейчас попробую написать c точка x, у нас вообще будет ошибка. Потому что мы из ноун попытаемся вычесть единицу. А, нет. Ну он минус единицы гетер. А, нет. Там единицы же. Я в сетер, что ли, ее поставил, да? Да, я ее в сетер поставил. Все хорошо. Еще раз. Смотрите. А равняется… Нет. Сначала вот этот самый c равняется c. А равняется c точкой x. Вот сейчас в переменную a приедет результат работы гетера, а гетер сам выполнится. Видите, он выполнил слово. Он написал слово get. Вот. Теперь мы говорим c точка x равняется 100 500. Выполнился сетер. Я сильно подозреваю… Вот. Если бы у нас был еще делейтер, то при попытке сказать вот так вот… О! Обратите внимание. Я не могу удалить атрибут x. Вообще. Хотя раньше вроде как мог, да? Я могу сказать… Да? Обычное поле я могу добавлять и удалять. Почему так? Потому что на самом деле вот этот x, он является полем класса. Вот из класса я, наверное, могу удалить при желании. Хе-хе. Кстати, надо проверить. Хе-хе. 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 Вот. Поэтому сколько мы не возись с атрибутом x нашего объекта, протокол как раз дескриптора запрещает нам это сделать. Но поскольку протокол дескриптора – это вещь довольно общего назначения и такая немножко внутренняя, о ней мы поговорим в следующий раз, если успеем. То для нас придумали штуку под названием property. Давайте мы ее переделаем по-человечески, потому что здесь нам пришлось писать это все руками. А вообще говоря, есть декоратор. Декоратор выглядит так. Давайте посмотрим опять в подсказку. Поле подчеркивания x можно обращать? Да, можем. Можем, можем, можем. В питоне ничего подпольного нету. То есть, смотрите, если вы хотите вот так сделать… Ну, понятно. Понятно, да. Можете. И это будет настоящее поле безо всяких дураков, вот, со всеми ошибками, которые возникнут, если его определите во что-нибудь неправильное, ну и так дальше. Потому что подчеркивание x – самое обычное поле. Это x у нас является на самом деле дескриптором. Property. Он является property, да? Да, 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 да. Ну, собственно, переход в… Вот. Видите, что получилось? Я сходил к этому x, но вместо того, чтобы сказать, какого типа у нас c.x, у нас выполнился гетти, рассказали, какого типа тот атрибут, который он вернул. Потому что это поле класса, и вот эта подмена, она случилась до того, как мы возвлетаем. Вот. Давайте только теперь все-таки сделаем вот такую штуку. То есть мы можем написать вот так. Сейчас, давай посмотрим. Сейчас точно, да? Давайте посмотрим. Ну да-да-да-да. Значит, мы можем написать вот так вот. dev x от self. Это тоже будет поле класса. Просто оно будет обмазано декоратором проперции. В результате return 100500, допустим. Видите, да? А сделать я с ним ничего не могу. Потому что... Ну вот потому что. Потому что я для него создал только геттер. Чтобы делать для него еще сеттер и делиттер, например, вот этот вот декоратор проперции, означает... Помните, я вызывал... Вот смотрите. Как он там? Порп один я его назвал. Ух, сколько их тут. Да. Нет, это порп. Да. Нет. Сейчас, секунду. Вот. Вот. Видите? Это же тот же самый декоратор. Просто он с одним параметром в данном случае. Да, вот это геттер, да. Да, да. Если я ему передам их два, то есть, вот. Но поскольку декоратору так просто это не передашь, надо градить параметрические декораторы и всякие такие штуки, то мы можем написать по-другому. Мы можем вызвать просто другой декоратор, который отсозданно икс, и говорить, слушайте, а у тебя укс, дорогой икс, который мы только что определили, у тебя есть еще сетер. Так. Как оно должно называться? По-моему, все равно как. А, оно должно называться икс. Теперь у нас есть еще и сетер. Да? Мы вот здесь вот создали объект под названием икс, а здесь впихнули ему еще и сетер. Вот. Поскольку у нас нет делитера, мы его не можем удалить. Можно написать делитер еще. По-моему, так и называется делитер. Только вал не нужен. Так. Ну, последнее, да, на сегодня упражнение, это... Мы его не пронициализировали еще. Вот теперь работает. Делитер сделал то, что мы от него просили. Вот. То есть, то, что написано вот здесь, да, и то, что написано вот здесь, это, в общем, одно и то же. Просто разные формы одного и того же. Так красивше. Мы прямо говорим, это гетер, это сетер, это делитер. Такие вот дела. Все, у нас время вышло. Давайте, задавайте вопросы. Слушайте, я с вами не поздоровался в начале лекции. Ну вот. Ну ладно. Ну тогда спасибо, если вопросов нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубылку. Продолжение следует...